Добрый вечер! В эфире рубрика «Жизнь в огороде» и сегодня мы покажем и расскажем, как правильно сажать перцы и арбузы. А поможет нам в этом садовод-коллекционер Артур Свисупс. Добрый день! Здравствуйте! Я вижу, вы уже приготовили перцы. Рассказывайте, что нам с ними дальше делать. Перегной, либо навоз. В данном случае, как вы уже говорили, это конский навоз был, но уже лежало ему два года. А что, он чем дольше лежит, тем лучше становится? Ну, в принципе, это не то, что лучше, а просто он уже перегнивший. И если вы свежий навоз по лошади, вы имеете большой шанс, что сгорит корневая система. Поэтому лучше перегнивший. Ну, пожмение такой доброй. Золы – это обязательно. Так, рыбная мука. Для чего рыбная мука? Это то, чтобы удобрение? Ну, рыбная мука – это органика, это удобрение, естественно. И любые растения. Вот такая вот, да? Ладошка. Ну, так, прилично, да. Вот. Немного суперфосфата, тоже без фанатизма. Вот так. Чуть-чуть вот. Много не надо, я вообще не сторонник этих добавок, скажем так, да. Ну, растениям все-таки необходимо. Вот. И сульфат калия. Для хорошего, скажем так, ну, здесь уже немножко, здесь много не надо. Для того, чтобы растение хорошо цвело. Так. Ну, все достаточно пока. Лунка хорошо пролита. И засыпаем землей. Немножко притрамбовываем, чтобы не оставалось пустот. Да, вот до какого уровня закапывать? В принципе, как саженцы были, так и закапывать. Перец заглублять не надо. Теперь давайте посадим арбуз. Арбуз – растение южное, любит песчаные почвы. Поэтому технология посадки арбузов несколько отличается от других посадок. Для этого у меня есть песок. В заранее заготовленную лунку насыпаем песка. Так вот. Ну, опять же, для подкормки. Можно вот это везет? Для подкормки насыпаем перегнишу конского навоза. Жменью золы. Все это дело перемешиваем. И получается вот такая субстанция. Вот примерно в таком виде. Поливаем. Да, естественно. Перед посадкой сюда наливаем воды. Берем наш арбуз. Как сильно заглубляем его? Ну, видите, в данном конкретном случае он не сильно крупный. Поэтому сажаем вот до семи долек, скажем так. Присыпаем это землей. И опять поливаем. Ну, немножко, да, чтобы проразить керниевую систему, чтобы не оставалось пустот. Что дальше нужно делать, чтобы все-таки у нас появились арбузы? В теплице, при посадке в теплице, арбузы формируют в один ствол. То есть боковые побеги удаляются. Если в открытом грунте, можно впустить его, пусть он плетется самостоятельно. И там уже тогда, ну, смотреть по обстоятельствам. Можно часть удалить, часть оставить. Вот. И уже смотреть там, как формируется. Если навязалось, конечно, тогда пустые лишние удаляем, чтобы не тянули соки, скажем так, пустые побеги. Надо ли опылять арбузы? Да. Есть мужской цветок, есть женский. Мы берем мужской цветок, он несколько отличается по форме, он подлиннее такой. Да, и пустоцвет, скажем так, да. И уже этим цветком опыляем другие. И это если арбуз находится в парнике, а если на улице тоже нужно опылять, или там тогда естественным путем опыляется? Лучше, да. Не, ну, пчелы, конечно, работают. Вот. Ну, лучше подстраховаться и все-таки, скажем так, помочь ему в этом опылении. Сегодня мы узнали, как правильно посадить перцы и арбузы. Помогал нам в этом Артур Суличерс. Артур. Спасибо. Хороших урожаев. Дерзайте. Экспериментируйте. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго.